добрый день я как бывший сотрудник компании эко хочу рассказать вам о ней и если вы смотрите это видео для того чтобы понять подходит ли вам обувь эко или нет стоит ли покупать или нет то я вам говорю что да стоит это видео можете не смотреть здесь я расскажу вам об эко если вы заинтересованы в эко имени как в работодателе да то есть вас заинтересовала какая-нибудь вакансия эко либо вам позвонили из офиса из отдела по работе с персоналом значит что отличает эко в том что это один из самых известных брендов на территории скажем так снг не только в россии но и белоруссии и казахстане существует множество магазинов эко и я работал с февраля 2018 по апрель 2019 года сначала как ведущий аналитик по товародвижению а затем в течение примерно там четырех-пяти месяцев исполнял обязанности руководителя отдела управления запасом то есть принципе карьерный рост есть зарплата она соответствует рынку состоит из окладной части и премиальной части в принципе мне повезло с руководителем аналитического отдела это был талантливый как бы очень непосредственный и способный выпускник мехмат мгу и коллектив у нас аналитическом отделе был очень хороший сплошь выпускники ведущих вузов мгмпт и то есть здесь с этими молодыми молодыми людьми было очень приятно работать насчет переработок да сразу такой вопрос то есть я старался соблюдать баланс между работой личной жизни уходить вовремя но там часть коллег задерживалась особенно специфика бизнеса в том что в период смены коллекции который происходит два раза в год возможно возрастание нагрузки естественно я больше работал в офисе если вы рассматриваете вакансии именно наиболее они распространенные именно в рознице то здесь специфика состоит в том что руководство компании очень большой фокус на то чтобы товар был в наличии в магазинах поэтому с точки зрения генерального директора если лежит одна пара в одном размере то товара в магазине нет да то есть должно быть по-хорошему две пары на размер вот потому что если эта пара продалась с утра то следующий человек который пришел за такой же обуви в таком же размере и он не сможет купить поэтому естественно стараются запасы товара держать по максимуму максимально близко на региональном складе вот собственно говоря всеми этими вопросами всего этого товара движения отгрузки товара в магазины вывоз товаров из магазинов я занимался расчетами длительное время и дальше соответственно получил повышение потому что это тоже один из важных вопросов которые вы должны понимать если вы претендуете на руководящую позицию что это подтверждается теми отзывы которые можете найти в поисковой в интернете по запросу эко отзывы сотрудников что действительно текучка руководящего состава большая руководство компании это элемент скажем так корпоративной культуры это нельзя сказать что это прям хорошо или плохо это позволяет компании выжить да по сути на агрессивном рынке высшее руководство рассматривает топ-менеджмент как источник на как драйверов ожидания от руководства что это драйверы бизнеса что они развивают бизнес соответственно если руководитель высокого уровня либо среднего звена не развивает бизнес то есть он застыл в своем развитии нет никакой инкрементальности то ну с ним расстаются скажем так просят грубо говоря его уйти вот поэтому с одной стороны бизнес-процессы описаны в компании к задокументированы с другой стороны действительно не все может быть руководящие позиции заполнены и поэтому если вы устраиваетесь на такую исполнительную на должность специалиста рядового сотрудника то в принципе там много сотрудников которые работают много лет несут все экспертизу но вот это вот взаимодействие между подразделениями в силу отсутствия например руководителей либо большой загрузки может быть не на самом лучшем уровне это прежде всего российская компания и надо понимать что не то есть руководство очень пристально следит за результатами работы и вы можете не всегда прямо скажем так получать премию да то есть ориентируйтесь прежде всего на кладную часть а премию ну рассмотреть как приятный бонус да к сожалению в компании на момент когда я работал нет медицинского страхования несколько стесненные действительно условия в центральном офисе и большой опять же возвращаясь к рознице объем работы по движению товара туда-сюда вот все это делается на самом деле в интересах бизнеса для того чтобы увеличить продажи потому что компания работает в сегменте выше среднего обувь дорогая поэтому такие вот движения туда-сюда они экономически могут быть оправданы да в принципе коллектив хороший те кто работал долго профессионалы но вот действительно постоянно как бы идет реорганизация бизнес-процессов внедряются какие-то новые вещи есть текучка да для кого-то это может быть непривычно но это специфика данной компании вот что еще я могу здесь сказать что еще волнует такие общие советы да не только касательно эко старайтесь найти работу которая вам по душе на которую бы вам хотелось бы идти с утра и в принципе все у вас получится идя на работу века в том числе помните о том известном выражении на что приходите в компании уходите от руководителя поэтому внимательно смотрите на того руководителя которому вы приходите допустим меня нанимал на работу века один руководитель уходил я уже от другого руководителя потому что у него были совершенно там другие ожидания требования от сотрудников мы допустим он считал что число аналитиков компании должно быть несколько меньшим да даже сказать существенно меньшим чем то число которому пришел да потому что когда ты руководитель департамента то ты не можешь там такую прям детально детально погружаться в работу и исполнять полностью обязанности всех тех руководителей которых в компании нет которые под тобой то есть прежде всего естественно руководитель нужно найти специалистов и руководителей в тех областях которые нужно развивать закрыть эти вакансии тогда уже естественно возможно будет какое-то развитие не всегда века может быть хорошо поставлен процесс передачи дел есть какие-то элементы обучения но прежде всего считайте что ваше обучение это выполнение конкретных задач в принципе в компании есть информационные системы которые которых накоплена статистика за многие годы поэтому для аналитиков это удобно вот для студентов если вы хотите получить какой-то опыт то это в принципе неплохое место вот если вы как руководитель то не приходите вы как руководитель то не думайте что там будете работать многие годы вот продукт известный марк известна поэтому руководство не особо переживает что всегда есть люди которые захотят поработать века вот в принципе читайте отзывы о компании на интернете если у вас есть какие-то вопросы да то вы можете мне их задать в письме подписывайтесь на мой канал у меня еще много видео в том числе о трудоустройстве вот до сих пор мы поддерживаем теплые отношения с коллегами встречаемся даже в нерабочее время вот как мой один коллега сказал что ну с хорошим да если у вас хорошие отношения работа вы можете вечером в барчик там сходить с друзьями и так далее и спортом там не знаю позаниматься и так далее вот поэтому что мне еще понравилось то что это находится в таком жилом микрорайоне можно прогуляться через парк от метро минская вот но опять же говорю социального пакета нет не всегда выплачивается премия может где-то что-то такое сломанное то есть вы должны проявлять свои собственные не считать что за вас что-то сделает и опять же точка зрения генерального директора что он смотрит как люди формулируют свои мысли не что-то само делается а всегда какие-то действия производят конкретные люди на товар не сам едет а кто-то его отдает задания и руководитель генеральный директор считает что руководителя дело даже давать четкие задания своим подчиненным до выдавать распоряжение грамотные обоснованные приказы то естественно в компании сложился такой административный командный стиль управления вот опять же смотрите подходит ли он вам вот если вас рассматривают исключительно как рабочую там силу какие-то может быть руководители смотрите на руководителя которому приходите вот надеюсь отзыв был был полезный вот сейчас я работаю в других компаниях в другой компании до этого работал в компании и его в которой совершенно другая корпоративная культура именно длительного долгосрочного там сотрудничества такая женская компания здесь все по-другому подбирайте компанию с корпоративной культуры в которой вам комфортно работать в которой вам интересно работать и естественно вы самореализуетесь у вас будет и карьерный рост вот и опять же если вас что-то не устраивает учитесь грамотно завершать сотрудничество с компанией не поддавайтесь на первые выпавшиеся отзывы рекомендую скажем так просьбы чтобы вы ушли по собственному желанию может они за увольняться и по соглашению сторон и так далее вот рекомендую вам работать в том месте где максимально реализуется ваше предназначение ваши способности таланты и умения большое спасибо за внимание да кстати в это еще есть индексация зарплат автоматическая оклада на 5 процентов подписывайтесь ставьте лайки